Добрый суток всем! Меня зовут Заев Ханин, я профессор политических наук университета Бар-Элан и иудаики социологии еврейского народа в университете Ариэль-Самарии. Мы поговорим в ходе этого нашего небольшого мини-курса о том, как в Израиле развивалось гражданское общество и каковы были знаковые события, которые стали вехами на пути к его развитию. Понятно, что историю Израиля и становление его партийно-политической и гражданской системы невозможно рассматривать вне контекста его традиционной политической культуры. То есть всей истории становления еврейского народа как политику, начиная с древнейших времен, с момента выхода из Египта и продолжая, разумеется, развитием нынешней политической системы государства Израиля. К страны, куда еврейский народ вернулся после 2000 лет рассеяния и реализует ту модель общественной политики и политической структуры, которая, в общем, корнями уходит как в древность, так и в историю еврейской диаспоры. Ну и, разумеется, те новые веяния модерны и постмодерны, которые оказывают влияние на еврейский коллектив в тот момент, с того момента, как евреи вновь из сословия, общины, этнической группы получили возможность стать государственно образующей нацией. Итак, то, что мы видим сегодня в контексте развития гражданского общества и политической системы государства Израиль, есть наследие, которое перерабатывается, творчески перерабатывается современным израильским обществом, полученное из трех основных источников. Одним из них является еврейская политическая традиция, формируемая еще на основе как политической практики Восточного Средиземноморья, выстраивания системы, в рамках которой проходило становление политической традиции как еврейских колен, еврейских племен, так и древнего государства Израиль, и стран государств Иудеи, и Израиля, которые пришли к нему на смену, государства Маковеев и так далее, всех тех политических моделей, которые были здесь на земле Израиля в различные периоды существования еврейского народа эпохи первого храма, эпохи второго храма до почти полного, хотя, разумеется, не на 100% полного изгнания евреев со своей исторической родины, поэтому, в общем, то, что мы сегодня получили и то, что учтено в рамках гражданской политической системы Израиля, это то, что мы называем наследие еврейских пророков. Уже тогда, как мы прекрасно понимаем, это было некое революционное отличие от традиции, которое имелось здесь, на Ближнем Востоке. Большинство, или абсолютное большинство, чтобы не говорить все за исключением одного, государства Ближнего Востока, были ли они мелкими княжествами или мировыми в понятиях того времени империями, они были построены, выстроены на основе так называемой восточной культурно-политической модели, абсолютной власти государства над обществом, синтеза политики и экономики, где политика была первичной, а экономика вторична. Проще говоря, чем больше власти было у государства и правителя, тем большей долей общественных экономических ресурсов он был в состоянии распоряжаться и распределять их в соответствии с властной иерархией. Чем ближе к трону, тем больше власти и экономических возможностей, соответственно, так называемая модель власть собственности. В Израиле, в Древнем Израиле уже, эта схема работала, но она была ограничена вот теми пророческими принципами, которые были сформулированы на заре формирования политической системы еврейского народа. О том, что царь не Бог и не наместник Бога на земле, а первый среди равных. О том, что все и власть придержащие, управляемые равны перед законом. Глаз народа, глаз Божий. И все, что с этим связано, что потом было унаследовано, вместе, разумеется, с наследием античности, европейской традиции легло в основу в том, что мы называем европейская политическая цивилизация, где общество первично, государство вторично, где общество располагает инструментами, контроль над властными институтами. И, разумеется, это перетягивание каната идет постоянно. К евреям этот сюжет вернулся через европейский национализм, когда евреи осознали себя политической, или, по крайней мере, выдвинули требования в лице сионизма стать политической нацией, и, вернувшись сюда, на историческую родину, стали реализовывать наряду с наследием пророческим, наряду с наследием еврейской традиции, политической традиции, также и модель европейского национализма в ее наиболее демократическом, как мы понимаем, варианте. Ну что ж, как говорят в таких случаях арабы, наш товар вернулся к нам. И, тем не менее, мы говорим об этих двух источниках, двух моделях формирования гражданской политической культуры и политической системы государства Израиля. Третий источник – это британская традиция, британское наследие. По сути, Израиль, в тот момент, когда земля Израиля стала подмандатной территорией британской монархии, с обязательством, которое взяла на себя Великобритания, создать здесь еврейский дом, то, что называется национальный дом для еврейского народа, оставим пока в стороне, насколько успешно она выполнила эту миссию, и что нам приходится до сегодняшнего дня расхлебывать, все эти недостатки, которые были заложены в основу этой системы. Тем не менее, британская модель оказала чрезвычайно большое влияние на гражданские и политические институты еврейского Ишуа, то есть организованного еврейского поселения в Эра Цесрая. И именно поэтому очень многое из того, что относится к параметрам так называемой вестминстерской парламентской системы, парламентарная демократия, с той лишь разницей, что в наследие от первых еврейских конгрессов у нас осталась не окружная, мажоритарная, а пропорциональная политическая система. Мы голосуем не за кандидатов, а за политические партии, точнее за их списки, которые становятся в случае, если им удастся пройти электоральный барьер, фракциями нашего парламента к Нессу. Сюда же относится и репрезентативная роль главы государства, британской королевы, короля и нашего президента, который, тем не менее, выполняет функцию первого микрофона, авторитета, который стоит над партийной схваткой и относится к наиболее важным, к наиболее актуальным сюжетам для израильского общества. Сюда же относится и то, что мы называем при наличии материальной конституции при отсутствии писанной конституции. В этом смысле мы можем говорить, что конституция в Израиле есть, но она является, как и принято в британской модели, набором неких основополагающих законов, судебных прецедентов и накапливаемой по ходу дела управленческой, гражданской и иной политической традиции. Ну и, если уж совсем рассматривать аналогии, то мы можем увидеть, что и роль Верховного Суда в Израиле очень близка к тому, что имеет место в Великобритании. Скажем, до сравнительно недавнего времени роль Верховного Суда в Великобритании выполняла Палата Лордов. В Израиле Верховный Суд выполняет временами функцию Верхней Палаты Израильского Парламента, и не все от этого в восторге. Хотя определенный баланс во взаимоотношениях законодательной и судебной власти при посредничестве или без посредничества исполнительной, наша модель местного разделения властей, она, в общем, является результатом определенного консенсуса, или, если не консенсуса, то некоторой договоренности. И, разумеется, каждый из субъектов этого процесса пытается эту договоренность уточнить в свою пользу, что, в общем-то, тоже есть предметом нашей общественно-политической дискуссии. Так или иначе, вот эта вот трехглавая модель или модель, выстроенная из трех источников, еврейское наследие, политическое наследие, наследие европейского национализма с тремя главами, сформулированная деятельной французской революции, свобода, равенство и братство. То есть в трех моделях. Равенство как социализм, свобода как либеральная модель и братство как некая коллективная идентичность и национальная солидарность, она тоже является частью нашей политической культуры и политической традиции. Ну и, наконец, то, что мы называем британское наследие, наследие британской вестминстерской системы, все это вместе создает тот фон для формирования того, что мы называем израильского гражданского общества. На самом деле, если в отличие от, если, скажем так, в Европе и в большинстве других мест, например, в государствах линии Шива, между зоной Шива, между европейской цивилизацией и восточной цивилизацией, где тоже формируются свои модели гражданского общества, например, в евроазиатской зоне сегодняшней, или в Латинской Америке, например, или в ряде стран Средиземноморской зоны, которая находится на юге от нее и в восточной Европе, там Ливан, попытки выстраивания подобной модели, например, в некоторых государствах в Северной Африке, например, Тунис, в ряде стран тропической Африки, там с различным успехом, где получается. Так вот, в отличие, или там, например, Южно-Юго-Восточная Азия, или восточно-азиатская модель, так или иначе, во всех этих случаях становление мощного государства предшествовало становлению гражданского общества, которое заявляло о своих правах, либо с помощью общественных движений, либо в результате реформ, когда государство уступало часть своего суверенитета обществу и общественным гражданским институтам. Напомню всем пользователям и да и себе самому, что под гражданским обществом в широком смысле мы понимаем общество, которое живет в условиях демократической системы и пытается трансформировать ее от якобинской демократии, когда полная власть находится у большинства, к так называемой либеральной демократии, когда меньшинство получает свою долю в этом мире и не только в мире грядущем, хотя это тоже важно. Так вот, стало быть, в свою долю власти и возможности влиять на распределение общественных ресурсов, а в узком смысле под гражданским обществом мы понимаем систему общественных негосударственных институтов, так называемые NGOs, Non-Government Organizations или Non-Government Institutions, которые, по сути дела, являются барьером между всевластием государственной бюрократии и обществом, своего рода прокладкой между интересами, все сконцентрировать, все управлять и во все вмешиваться. Что есть естественная роль бюрократии в любой стране от самой демократической да наименее демократической, другое дело, кто, что этот слон, в общем, конечно, съест, но кто ему даст, в зависимости от этого. Или дадут съесть все, ну или, так сказать, дадут то, что общество, в чем общество заинтересовано, что оно готово ему передать из своего суверенитета. Экономическое планирование, безопасность, внутренняя безопасность, финансирование тех групп, общественных групп, которые не могут помочь себе сами. Скажем так, финансирование заведомо убыточных сфер, но актуальных для общества, как, например, культура, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, стало быть, в этом смысле Израиль отличается от других братских либерально-демократических государств тем, что в Израиле гражданское общество возникло раньше, чем государство. По сути, еврейский Ишу в Палестине, в Эрес-Исраэль, как мы ее называем, земле Израиля, был вот такой вот гражданской нацией или гражданской общиной. Некоторые аналогии мы можем видеть в античные времена в Греции, но наша модель демократии отличалась от греческой астрокистской модели, где winner takes all, победитель получал все. Израильская консоциальная демократия, как мы ее называем, то есть согласительная демократия, она исходит из того, что о разногласиях не спорят на поле боя по возможности. В нашей истории такое бывало во время Иудейской войны, например, и закончилось плохо, поэтому в последующие времена вот то самое наследие, историческое, генетическое память, если хотите, она заставляла даже наиболее противоборствующие субъекты политического процесса все-таки постараться договариваться. И об этом мы с вами тоже поговорим. Вспомним Антолену или ситуацию, которая возникла после убийства Рабина или после размежевания так называемого одностороннего ухода израильских поселений и Цагала из Газа и Северной Самарии. Но так или иначе вот эта вот попытка достичь консенсуса, невзирая на то, сколько, какое количество, какой объем временных экономических и политических ресурсов это обойдется, было характерно еще на заре сионистского движения, на сионистских конгрессах, хотя и там всякое бывало, и в общем было унаследовано общественными и политическими институтами во времена британского мандата, во времена Ишуа. И в общем, так или иначе было передано в ту традицию, которой пользуется и израильское государство, хотя и там прошло несколько этапов на этом пути, пока мы сумели выстроить, как нам кажется, полноценное гражданское общество, да и то, да и к нему у нас есть немалые претензии, но отнесемся к этому чуть ниже. Так вот, в нашем случае, подчеркну еще раз, мы имеем дело с тем, что называют со своеобразной моделью, когда возникло сначала гражданское общество, а государство было чужим, государство было британским, хотя, конечно же, оно передавало институтам, политическим институтам Ишова, Осифата Невхарим, то есть собрание депутатов, наш предпарламент, еврейское агентство, исполнительные органы, которого выполняли роль своего рода, так сказать, автономных структур управления, институции, которые были избраны различными политическими движениями для того, чтобы служить противовесом исполнительной власти в лице органов Всемирной Сионистской Организации и еврейского агентства фондов профсоюзов Вистадрута, который, по сути, впервые, пожалуй, или во всяком случае наиболее масштабно из всех мест, где присутствовали сторонники этой модели, сумел сформировать структуру, которая одновременно выполняла функцию и работодателей, и защитников интересов трудящихся в лице в лице так называемого концерна рабочих, то, что называется Тагидом Дим. Есть другие номинования этого института. Так вот, в этом смысле мы можем говорить о том, что израильское общество, которое возникло до основания государства со всеми его атрибутами, профсоюзами, избирательной системой, политическими партиями, культурными организациями, спортивными и так далее и тому подобное. Ну, в общем, в этом смысле изначально было неким гражданским обществом, и наше отличие в выстраивании государственной политической системы и общественной соответствующему общественной гражданской системе, отличие от родственных нам европейских стран проходило с точностью да наоборот. Там государство отделяло обществу, возвращало обществу постепенно элементы суверенитета. В Израиле гражданское общество в силу обстоятельств, понятных политических обстоятельств уступало все большую большую часть своего суверенитета государственным институтам. То есть происходил процесс, начиная с образования государства Израиль в 1948 году определенного государствования за тех вот самых общественных структур. Если мы попробуем поговорить с вами о параметрах этих общественных структур, то мы с вами увидим, что на завершающих этапах становления Ишова, то мы с вами увидим, что ведущую роль там играли как раз политические партии. Практически все исторические партии Израиля мы не говорим о тех, которые возникли в последние десятилетия как ответ на усложняющуюся структуру израильского общества. Мы говорим о тех, которые возникли еще в основном черте еврейской оседлости Российской империи, откуда в общем и вышли представители первой, второй, третьей, четвертой аллеи еврейской репатриации новейшего времени в землю Израиля и именно то есть те группы, которые их наследники во втором, третьем и четвертом поколении составили основу того, что мы называем первой Израиль, то есть израильского среднего класса и его управленческих, политических, административных, поселенческих, образовательных, культурных, культурологических правильнее их назвать, информационных, военных и прочих элит. Так вот, эти политические партии, старшее государство Израиль, самая старая партия по времени, которая у нас есть там вдали всей ее реинкарнации, возникшая еще как движение Мизрахи в 1902 году на территории нынешней Литвы, там же и наиболее древняя вторая по древности израильская партия по Алейцеон с ее реинкарнациями до нынешней партии труда, которая возникла на съезде сионистских социалистических организаций в Полтаве в 1906 году, 1923 год и 25 съезды ревизионистов в Риге, наследием которых в наше время является умеренно правой партии, прежде всего Ликут, но и другие политические партии, которые претендуют на это наследие, наш дом Израиль, например, и некоторые другие. Здесь же мы можем говорить о появлении и не сионистской альтернативы, которая тоже возникла до появления государства Израиль, партия Агудат Израиль, ультрарелигиозное движение, которое, в общем, признавало высокую ценность для евреев земли Израиля, но с настороженностью относилось и продолжает относиться к заявке израильского государства на имеется в виду заявки сионистского движения на создание еврейского государства, которое с точки зрения ультрарелигиозного евреев может быть только функцией мессии и не раньше, чем мессия сюда придет. Одновременно с этим вне сионистского консенсуса находятся и арабские партии, прежде всего коммунистическая партия, первоначально двунациональная и арабо-еврейская или, правильно сказать, еврейско-арабская в прежние времена, но сегодня почти исключительно арабская и которая наряду с остатками наследия, интернационалистского наследия, по сути, является одной из арабских националистических партий в Израилье. Так вот, если мы берем все-таки сионистский мейнстрим, то мы с вами увидим, что во времена Ишоа именно они являлись источниками, инструментами по выстраиванию гражданского общества. Практически не было сферы, где предизраильские, нынешние израильские политические партии не функционировали бы в качестве структурообразующего элемента. По сути дела они присутствовали во всем и управляли или формировали все институции. Политические партии, помимо выполнения своих основных функций, то есть быть платформой выборов в предпарламент и формирование исполнительных органов власти Ишова, они занимались здравоохранением, скажем, при партиях находились больничные кассы, известные нам и сегодня. Больничная касса Клолит, больничная касса Леуми, появившаяся потом Макаби. Политические партии были по сути институциями, которые выстраивали основу экономической системы. Хевратов Дым, который я уже упоминал, то есть суперконцерн индустриальный, который был при профсоюзах управлявшихся теми или иными политическими партиями, прежде всего, разумеется, левосионистского, левосоциалистически-сионистского толка. Они управляли теми экономическими структурами, многие из которых в виде государственных компаний, полугосударственных компаний или частных компаний, приватизированных из рук государства или из рук профсоюзов гистодрота функционируют до сегодняшнего дня. Тнува, заводы Мертвого моря, транспортная компания, Эгэд, Дан, как кооперативы, пароходная компания, морская компания, ЦИМ, некоторые другие, которые возникли, Соле-Любунэ, строительная компания и так далее. Под эгидой политических партий находились культурные организации, театры, кружки, клубы, спортивные команды. Посмотрим сегодняшнее, скажем, наследие спортивных инициатив левых партий, клуб АПОЭЛ, например, футбольный, или право-резианистских партий, клубы Макаби, Макаби-Тель-Авив, Макаби-Иршалаем. Посмотрите, как они играют в футбол. Для молодого поколения это просто футбол, а для старшего поколения это все еще классовая борьба. Так вот, в этом смысле мы можем говорить о том, что роль политических партий была диспропорционально велика и далеко выходила за рамки тех функций, которыми традиционно обладает и использует данный общественно-политический институт. С известной долей допущения можно сказать, что в еврейском Ишуве политические партии, они, то есть жизнь человека проходила в рамках политических партий. Его идеологическое воспитание, его взросление, по сути дела, от детских садов до высших учебных заведений, его развлечения в различных клубах, театрах, институциях, культурного толка, которые находились под эгидой политических партий, его лечение, больничные кассы и их клиники, его гражданский военный долг в боевых отрядах, которые находились под контролем тех или иных политических партий, скажем, известные нам право-ревизионистские Эцель, Лехи или Агана, которую контролировали, которую контролировала Ахута, и некоторые другие левые политические партии, в том числе и спецотряды еврейского Ишуа, которые вообще находились под контролем ультралевого кибуцного движения. Короче говоря, в этом смысле мы можем говорить, что жизнь человека от рождения до продвинутых этапов его жизни проходила под эгидой политической партии. Единственное место, где партийных различий почти не было, было кладбище, но мы считаем это упущением и работаем над этим на сегодняшний день. Так вот, стало быть, в данном случае мы говорим о том, что после создания государства Израиль процесс постепенной передачи этих функций в руки сформированных институтов государственной власти, формировавшихся из соответствующих подразделений еврейского агентства СИОНИД, то есть СИОНИДской Федерации и профсоюзов, а также в руки парламента законодательной власти, которыми называем КНЕСО, а также выстраивание формальной судебной системы и максимально автономной, насколько это возможно, от законодательной и исполнительной витры и власти, в общем, проходила в период структура формативного момента, формативной стадии государства Израиль, и параллельно гражданское общество, выстроенное и влиятельное, изменяло свой образ и адаптировалось к новой политической реальности. Понятно, как мы с вами и говорили, уже помянули чуть выше, это происходило одновременно с, скажем так, с символами этого процесса, были некие знаковые события различных этапов израильской истории. Эти этапы израильской истории мы и назвали этапами израильского парламентаризма, потому что это все проходило в контексте выстраивания моделей израильской парламентарной демократии. Этих этапов было три. Полуконкурентная демократия эпохи Мафай, которая продолжалась с момента создания государства Израиль 1948 год до электорального переворота 1977 года. Второй этап с 1977 по начало 90-х годов. Это так называемая эпоха двухблоковой двухпартийной демократии, когда за политическую власть в стране и соответственно боролись и соответственно определяли образ политического процесса и адаптируемых под него гражданских институтов определяли две основные партии левоцентрическая Мафай Авода и правоцентрическая партия Ликут со своими так называемыми естественными союзниками и теми балансирующими структурами которые занимали узкое поле центристское поле предлагая самостоятельную идеологическую модель или без нее между правоцентрическим Ликудом и левоцентрической партией труда и наконец с начала 90-х годов когда в силу причин о которых мы поговорим ниже возникло то что называется модель партийного полиморфизма то есть множество политических партий и движений которые присутствуют на израильском поле и из тех которые попадают в Кнессет ни одна из них до сравнительно недавнего времени не могла получить более четверти мест в Кнессете то есть становилась меньшинством в любом израильском правительстве хоть узком хоть широком соответственно израильское гражданское общество так или иначе реагировало на ту или иную модель предлагая свои схемы альтернативной альтернативы власти то есть общество так или иначе пользовалось теми инструментами выборы свободная пресса которая в Израиле из партийной в основном в общем довольно быстро превратилась в непартийную различного рода гражданские институты от судебных до общественных и так далее все что все те инструменты которые традиционно есть в руках у гражданского общества и разумеется та сеть гражданских организаций НГО которые в общем традиционно в Израиле существовали и продолжают существовать функционировать исчезая и появляясь в соответствии с этими самыми потребностями с этими самыми и с этими самыми и с этими самыми